Калита, калита! Этой ночью к нам пришла! Только жадничать не надо! Все вернется к вам с полной! Яркие костюмы, задорные танцы, виртуозная игра актеров. Рождественские встречи в русском драматическом театре вновь покоряют шамкенского зрителя. В зале нет свободных мест. Зрители с восторгом наблюдают за действием на сцене. Организаторы признаются, в этом году грандиозная постановка удивит даже самого требовательного театрала. Есть чем удивить. Мы по-новому подошли и к культовому блоку, и к фольклорному блоку. Но, конечно, не отходим от традиции показать рождение Христа, показать калятки, как праздновать на Руси, народ, как праздновал. И, конечно же, наши рождественские встречи не обходятся без концерта. В течение двух часов великолепные номера сменяют друг друга. Зрители увидели выступления детских и взрослых танцевальных коллективов, насладились чарующим вокалом известных исполнителей. Особое внимание было уделено миниатюрам из библейских сказаний, повествующих о рождении Христа. Уже несколько лет Сергей Пушкарев исполняет роль Иосифа. Актер русского драматического театра признается, каждый год роль одного из главных героев Сергей Иванович старается подать по-новому. Мы, конечно же, стараемся каждый год преподнести эту, казалось бы, уже известную всем историю рождения Иисуса по-новому. Почетным гостем на мероприятии стал Акимобласти Женсей Туймибаев. Глава региона поздравил всех православных христиан с Рождеством и пожелал южноказахстанцам мира и благополучия. В 2006 году, как вы все знаете, впервые в Казахстане два религиозных мероприятия «Курбанай» и «Рождество» по инициативе лидера нации Насултана Абчевича Назарбаева на государственном уровне были объявлены праздничными днями. И это не случайно, ведь именно эти праздники объединяют народы. Я сердечно поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Вместе с тем, в ходе праздничного мероприятия с поздравительной речью выступил архиепископ Шемкенский Тараский Елеферия. В знак укрепления межнационального единства почетные гости обменялись подарками. Весь вечер зрители развлекали творческие коллективы области. Рождественский концерт-мюзикл «Алиса в стране чудес» не оставил равнодушных. «Приходим каждый год, стараемся купить билет вовремя. И я думаю, что количество людей говорит о том, что это всегда интересное зрелище». «Первый раз. Очень давно хотела, но не получалось. Замечательный праздник. Жду какого-то чуда». «Ежегодно посещаем это мероприятие. Я считаю, что оно действительно очень значимое для всего славянского народа, проживающего в Казахстане». Рождественские встречи продлятся в областном русском драматическом театре до 9 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова